Члены информационно-разъяснительной группы проводят семинары различного формата в рамках специального проекта, организованного Комитетом по делам религий Министерства культуры и информации. Мероприятие в семье было посвящено формированию национальных ценностей и профилактике религиозного экстремизма. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с религией, включая темы, касающиеся одежды девочек. В учебных заведениях Казахстана действует единая форма. Требования к форме универсальны для всех, отметил специалист. Вы знаете, да, ну, конечно же, что был приказ министра о том, что в школах, согласно уставу, было запрещено девочкам надевать любую религиозную одежду, в том числе это платок и, там, не по уставу, да, юбки и так далее, и мальчикам, соответственно, тоже, да, никакую религиозную атрибутику. Согласно Конституции, наша страна является светским государством, обеспечивающим свободу совести граждан. Кроме того, в законе о религиозной деятельности и религиозных объединениях указано, что религиозные организации не вмешиваются в деятельность государства. Этот закон также подчеркивает, что система образования и воспитания в стране отделена от религий и религиозных объединений и носит светский характер. Эту позицию поддерживают и эксперты. В принципе, такие вопросы существуют. Однако, согласно закону об образовании Республики Казахстан, в образователям учреждений необходимо, чтобы каждая школа соответствовала своим правилам и требованиям, а родители и ученики подчинялись этим требованиям. В то же время религиозные нормы не могут влиять на эти правила, поскольку наше государство является светским. Как подчеркивается на семинаре, религия отделена от политики. В других организациях области Абай проводится аналогичная информационно-разъяснительная работа.